МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Александр Попов и передача территория Теплан. Две недели коммунальные службы вели неравную борьбу со снежными заносами на Кубовой улице. И по бумагам вроде как справлялись. И дорога очищена, и тротуары есть. А на деле жители вынуждены были либо перебираться через сугробы, либо ходить по проезжей части. Сейчас в Новосибирске много разговоров о снегопадах, большом количестве осадков и об отсутствии техники. Однако вопрос о том, как используется имеющийся, почему-то не ставится. Мы решили на примере одной улицы Кубовой рассказать все о сроках, качестве уборки, а также об отношении к людям. Тем, собственно, ради кого коммунальщики и стараются. Первый сюжет журналисты редакции ОТС снимали больше недели назад. В тот же день появилась техника. Корреспондентов заверили, что через два дня здесь почистят тротуары. Но после отъезда съемочной группы практически сразу свернули всю работу. Вернуть неуловимых коммунальщиков помогли коллеги из другого канала спустя несколько дней. Но, как сказал житель Кубовой Николай Кужелев, когда-то сам следивший за местными тротуарами лучше бы никуда не обращались. Как мы раньше чистили, мы проехали, с дороги убрали до поребрика, вычищали поребрики, а потом с тротуара, чтобы 7 часов народ мог на работу пойти. А сейчас все, один на грейдере проехал, столкнул с дороги или с тротуара, а другой проезжает и все на тротуар. Протоптанная дорожка превратилась в кашу. До остановки теперь приходится ходить вдоль дороги с риском для жизни. Мама двоих деток, которые школьники, каждое утро ходят по нечищенным тротуарам. Идти невыносимо провожать, каждый раз их тоже не могу, потому что работаю. Каждый поход в школу, это для меня очень большой стройец. Они отзваниваются, говорят, дошли обратно, то же самое. Пенсионеры же оказались заперты в своих домах. Через сугробы не каждый может перебраться. И вот иду, как пьяная, понимаете, стыдно на людей. Мы скажем, ну бабка с утра напилась, ну невозможно идти. Понимаете, это же ужас какой. Я живу на этой улице 70 лет. Такого безобразия тут не было. Я вообще боюсь выходить. Мне вот сходить в поликлинику, я не могу, я боюсь. Потому что тут если упадешь, это все, перелом шейки бедра обеспечит. Это, ну что будет. И у нас вообще сейчас вот уже люди, тут же пенсионеров очень много. Не ходят никто. Даже в магазин вот в этот рублик за хлебом, это невозможно туда попасть. На все звонки жителей ответ один. У вас почистили, не придумывайте. Сама очистка вызывает вопросы. Где-то просто с дороги перекидали снег ближе к домам. 13 номер дома, у нас уже окон не видно. Мы на улицу не выбрасываем. Мы все к себе. А они отсюда, с дороги, все к нам. При этом мало того, что не очищают въезды в частный сектор, так еще и трактором заваливают пешеходные тропки. Своими силами это почистили. Трактор пришел с основной дороги, он просто задвинул туда. А там семь семей проживает. А в одной семье парализованный человек, которому постоянно приезжают. А вот здесь придирчивые местные жители решили раскопать созданный ДЭО-1 тротуар. Оказалось, что ходят люди по проезжей части, потому что коммунальщики попросту не чистят часть дороги. Получается, я хожу по дороге, тротуар вот находится под снегом, толще снега, где-то метр, не меньше. В мэрии редакции ОТС пообещали разобраться, провести повторные проверки и все-таки решить раз и навсегда спорный вопрос с улицей Кубовой. И действительно, на следующий же день на Кубовую нагрянула проверка. А вскоре масштабная проблема была решена проездом одного трактора. Но не до конца. Мы все еще надеемся, что будет расчищен от снега проход к домам с 37 по 43 на той же улице. А теперь перейдем к другой новосибирской проблеме. Почти месяц ждали мусоровозов жители проспекта Маркса. Новогодние елки, мебель, стройматериалы вываливались на дорогу. Мусорные контейнеры с заполненной площадки переехали к подъездам. Местные жители обратились в службу информации нашего канала. И вот после звонков журналистов коммунальщикам дело сдвинулось с мертвой точки. Примерно за час до выезда звоним с просьбой комментарии новосибирскому оператору по вывозу мусора. Этого времени вполне хватает, чтобы принять оперативные меры. Такой реакции жители окрестных домов ждали месяц. В связи со сменой перевозчиков до сих пор не может отстроиться система вывоза мусора. На проспекте Карла Маркса 14-1 крупногабаритные отходы не вывозились с начала года. Контейнеры выкатывали то на проезжую часть, то ближе к подъездам. Все обращения были безрезультатны. Однако к приезду нашей съемочной группы все было убрано буквально в течение получаса. Поэтому нам оставалось лишь слушать рассказы о том, как здесь в несколько рядов выстраивали контейнеры, а автомобилисты для проезда откатывали их к дверям подъездов. Мелкие, то есть когда поставили числа 4-го контейнера, стали вывозить крупногабаритные, не вывозили до сегодняшнего дня. Однако стоит отойти к соседней мусорной площадке 12-го дома, и здесь предстает вполне живописная и показательная картина. Все завалено, постоянно набрасывается, может даже кто-то еще привозит из других дворов, где тоже невозможно, уже мест нет, поместить этот груз. Ну вот так вот, мне просто удивительно, что как надо ненавидеть свой народ, чтобы мусор не вывозить постоянно. Представители экологии Новосибирск ссылаются на плохую работу управляющей компании, которая в первую очередь должна подавать заявки на вывоз, а не жители. Есть порядок уведомления по заявкам в улице крупногабаритные отходы. И лицо, ответственное за содержание контейнерной площадки, которая в многоквартирном доме является управляющей организацией, обязано уведомлять регионального оператора о том, что вне графика необходимо произвести выпас. Проверили у себя, заявок от управляющей организации не поступали. Несмотря на это, по заявкам собственников жилья, сегодня на Карла Маркса 14-1 мусор вывезли. Остальные контейнерные площадки на проспекте в экологии Новосибирск обещали освободить в ближайшие сутки. Однако сослужители мусора возле 12-го дома так и остался на месте даже спустя неделю. В экологии Новосибирска отметили, что порядок вывоза крупногабаритного мусора определен такой. Управляющая организация подает заявку рекоператору, после чего тот должен оперативно отреагировать. С проспекта Карла Маркса по какой-то причине таких заявок не поступало. А теперь наша постоянная рубрика «Дома нашего города», в которой новосибирцы увидят фасады, отремонтированные в рамках программы капитального ремонта. И сегодня в объективе нашей камеры статная сталинская пятиэтажка на улице Ленина. Редактор субтитров А.Семкин Мусорные коллизии происходят не только в Новосибирске. В частном секторе из Китима десятки жителей вынуждены колесить по городу в поисках пустых баков, сваливать отходы в огородах или сжигать в печах. Оксана Борисовна в этом году учится жить по-новому. Приходится осваивать раздельный сбор мусора. Пищевые отходы стараются донести до контейнеров ближайшего магазина. Пластик, бумагу, картон отдельные в печку. Мусор, так как его некуда девать, то есть мы стараемся часть мусора сжигать в бане. Это бутылки пластмассовые, плюс тетрапаки. Ну вот так и сжигаем, получается. Остальной мусор мы ставим пока в ограде. С начала нового года жители улиц спортивной и транспортной восхитиме коллекционируют мусор в огородах. Всех это дружно решили, что не гоже устраивать свалку на улице. И в ожидании мусорных перевозчиков вот уже 4 недели прячут отходы за забором, подальше от людских глаз. 1 января у нас никто их не вывозит, но мы стараемся ей уже не пользоваться, как она наполнилась. Закрываем крышкой, потому что животные все раздербанивают, это будет все по улице. Есть вариант складировать мусор в контейнеры других жилмассивов, но это до поры до времени, пока соседи не заметили. Мусор мы увозим к сыну, он живет в центре из Тетима, у них мусор там более-менее возят, и мы с ним отправляем. Жалобы, обращения, звонки мусорному оператору до последнего момента ничего не действовало. Дня два назад сказала, что у нас винился собственник, поэтому, говорит, ну, то, что он не выполняет свои обязательства, говорит, будем с ним созваниваться, работать. Я спрашиваю, а как мне быть-то по поводу мусора, мне куда девать? Ну, не знаю, копите. Однако на приезд съемочной группы ОТС представители перевозчика отреагировали оперативно. Ответ, который четыре недели ждали жители, удалось получить за 20 минут. По причине того, что человек, который сидел за рулем, он не знал, что здесь есть заезд, и по навигатору, который ему показал, ну, наверное, все-таки показалось, что там крутой спуск, и он побоялся сюда спуститься. Сейчас мы посмотрели, что есть другой спуск, и мы приедем сегодня ему, покажем, где этот есть заезд, а также я попрошу администрацию, чтобы этот заезд сделали пошире, и мы сегодня обязательно этот мусор вывезем. В любом случае, редакция ОТС будет следить за развитием событий, и мы проконтролируем, появился ли маршрут на карте водителей мусоровозов. И снова оперативная реакция. В этот же вечер, как нам рассказали жители, практически вручную контейнеры были очищены. А на следующий день региональный оператор организовал выездную проверку по всему городу Ускитиму. А сейчас в рубрике «Ликбез» мы осветим вопрос о переустройстве и перепланировке собственной квартиры. Какие документы нужно собрать и куда обращаться? Есть определенный порядок. Обращаются в администрацию района гражданин с заявлением о произведении перепланировки и переустройства помещения в многоквартирном доме. В органе местного соуправления существует установленная форма такого заявления. Предоставляются правоустанавливающие документы на перепланированное и переустраиваемое помещение в многоквартирном доме, технический паспорт этого помещения и проект, который согласовывается и составляется, соответствующая организация, имеющая право на составление такого рода проектов. Кроме того, необходимо согласие всех членов семьи, проживающих в данном помещении. При проведении работ по перепланировке и переустройству не допускается перенос центрального отопления на балкон и лоджии, не допускается перенос санитарного оборудования над жилыми помещениями, в том числе и зоны кухни, не допускается полное объединение кухни и жилой комнаты в газифицированных домах, также не допускается снос несущих стен в помещении, обустройство в них проемов, заливка бетонной стяжки на пол с деревянными конструкциями, ликвидация и уменьшение вентиляционных каналов. И напоследок курьезная новость из Челябинска. Там с контейнерных площадок стали исчезать емкости для сбора пластика. Как выяснилось, их убирает сам рекоператор, потому как контейнеры появились раньше проекта по раздельному сбору, а значит вывозить их просто стало некому. Гаражанам подобная ситуация напомнила анекдот о пепельнице в Мерседесе. Зачем ее чистить, если можно поменять машину? И вновь в снежную зиму желаем вам ровных дорог, чистых улиц и тепла вашему дому. С вами был Александр Попов и программа «Территория тепла».